Всем здравствуйте! Мы выезжаем из Балаганска. Сегодня день учителя. На дворе 22-й год. Едем в гости к маленькому герою сегодняшнего рассказа. Сейчас узнаете, к кому и куда. Мы находимся в 5 километрах от поселка Балаганск, где установлен баннер с изображением наших ребят. И вот обратите на мальчика, который стоит справа. Это Саша Клепиков, в гости к которому мы сейчас с вами и едем. Живет он в поселке, даже не поселок, а в селе Тошелково. Сейчас замерим, сколько же километров от поселка Балаганска это село находится. Саша Клеп increase. Саша Клеп живет. В Саша Клеп поведен. Выhofил с Дону. Саша клеп, что он вытянетerne перек Fucking Так, мы в деревне Ташлыково, правильно называется деревня, не даже, не село. В общем, примерно 16 километров получилось от поселка Абалаганс. Вот школа, в которой Саша учится, он сейчас на занятиях, мы попробуем туда попасть. Зувается, поэтому я тоже разулся и попытаюсь попасть на урок. Сейчас курточку свою сюда повешу, гардероб такой. Сейчас попробуем попасть на занятия. Так, ребята, это вот идет урок технологии, что-то там лепят. А еще какие уроки у вас сегодня были? Урочи лепить. И урожай смех. Вот я не успел-то, а. Это последний урок у вас? Да. Саша, ты что лепишь? Сейчас посмотрим, похвастай. Короче, это какой-то рулетик, понятно. Какой класс-то у вас? Четвертый. Четвертый. Все понятно. Четвертый. Дети делают рулет из цветного пластилина, разрезают и потом делают такие вот баночки. Они говорят, что это копилки, да? Ну, что-то типа. Копилки, бабки. Бабки, бабки, кто-то там. Смотрите. Короче, все дети при деньгах. Им нужны копилки срочно. Что? Готовно. Да? Да. Молодец. Оценку-то получил за него? Показал учитель? Нет. Так, все, вместе берем все же на ручки. Вот ваши поделки. Это вы за сколько сделали? За урок, да, успели? Да, да. Даже меньше. Еще урок идет. Вот, все. А вы уже быстрее сделали. Значит, у вас пятерки сто процентов. Нет. Все, молодцы. Как нет? У кого не пятерка? Удобно нету пятерки, у меня было и говорит, верни, верни, пять, четыре, пять, четыре. Не отчего двери. Оба. Поймался. Все, здесь у нас Саша живет. На такой красивой улице. Сейчас мы к ним попытаемся попасть в гости. Хе-хе-хе. Ток-ток. Саши. Вот на фоне его наград. Так, вот так. Давайте как-то, чтобы все вошло. Так, все. Мы дома у Саши находимся на фоне его наград. Полочка. Но я сразу сделал замечание, что полочка маленькая. На нее уже практически вот один кубок еще. Если встанет, то хорошо. Я думаю, больше уже входить не будет. Надо какую-то большую полку заказывать. Саня, ну рассказывай, где какие у тебя награды. Давай покупку проведемся сразу. Так, это первый кубок у нас Байкальск. 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 Это Байкальск. Зима. Зима. Надежда Ринга, да? Так, а этот у нас... Это Балаганский Острог 2022. Все, понял. А вот еще какой-то кубок. Это Уссоевский метон. Это за что тебе дали? Тоже за лучшую технику, да? А, за лучшую технику, да? Все, понял. Ну и по медалям давай порадимся. Самая крутая какая тут у тебя медаль? Ну, Байкальск. Байкальск, вот они, да. Вот две. Ну а зима, смотри, что плохая медаль? Ну, зима тоже. Крутая медаль. Вот. Так, а ЦСКА где медаль? ЦСКА. ЦСКА где-то. Так, где-то здесь. Так, где-то здесь. В среде этой кучи. Вот это, наверное, да? Нет, это Черенкова. Это Черенкова. А, вот она. Вот, ребята. Это вообще, я отдельно расскажу, как Саша съездил туда и что он там натворил. Так. Ну вот, фотография с наградой, все как надо. Ну, уголок, да, надо расширять, расширять, потому что все у Сани только начинается. Все впереди. Все, пойдем на раз за стол. Чай поперем. Не, я что-то не хочу. Ну, просто посидим. Сходите, посадите на стол. Посидим просто, чай ученый все. Мы находимся в доме у Синеклепиковых, от родителей. У Саши у нас герой сегодняшнего рассказа. Мы находимся в селе Ташуково. Село Ташуково-Балаганское, 16 километров. У всех вопрос, почему бокс, почему Балаганск? Когда это произошло, в каком году? Помните, нет? 18. 18. 18. Нет, начали в 18-м приехали. Ну, вообще, первый соревновательный у нас был в 19-м. Он на тренировку когда у вас пошел? Он захотел в 6, в 5 лет у него было, он уже захотел боксом заниматься. Он уже начал у нас гнушить, да, он уже все хотел. Но он видел в нашем видео, занята, видел. Нет, мы ничего такого не видели, Володь. Откуда в человеке появилась вот эта тяга? Ну, я думаю, это все из отца, то есть мы с ним боролись, дрались. Ну, как бы не дрались, просто все у нас такое было целыми днями. То есть только это весь вечер занимались там. Ну, я видел, что у него руки откуда надо бьют. То есть он не бил там, мажет этот, ну, просто как-то все вот так вот. Чувствовал, все ужин, пацаны. Потом предложил ты ему, да? Мы знали, что бокс есть Балаганский, но мы все ждали, когда у нас мальчишка возрастет. Ну, мы как-нибудь туда пробьемся все-таки. Потом позвонили там через знакомый Балаганск, дозвонились до Эдика. Эдик, как бы нам сказал, да, приезжайте, пожалуйста. Мы приехали. Он еще в школу не ходил. Он еще в школу не ходил. Ну, только 6 лет исполнилось. Ему, у него, 6 лет ему, 8 ноября мы исполнилось. Мы приехали в декабре числа 18-го, наверное, так. Мы там раза два съездили, три на тренировочку, там, на новогодние каникулы. Ну, и потом так вот. А он в том году турнир был? Надежда Ременера? Да, в девятнадцатом году был. Нет, это вот когда он только в декабре же пришел приехать? Нет. Не было еще? Ковид или еще? Да, нет, нет. Просто не было турнира? Не было, не было. То есть, он не посмотрел. Первое ощущение, первое впечатление приехал, понравилось, не понравилось. Приехал, ты довольный. А, довольный? Да, довольный. Ну, а потом много слез было. Угу. Было много слез у него. Что за чем? Ну, не получалось, что не помнишь. Даже двойку бить не получалось. Дома-то мы все могли. На скакалке не получалось. А он тут тренировался и ночью, мы уже его спать уложили. Он тут сам себя, короче, заводил. Мать-ка на нас ругалась, а ложитесь спать уже. Ну, как мы туда, что не учились, а то есть, он был субботен. То есть, он учился все это делать, там, все эти приемы какие-то, ну, там и такие, хотя бы отбив, там, ладошечкой. Показали на руках, как у себя стоять, все дома, в систему, наверное, да? Ну, в шкафах, в беды. В общем, вот так вот все это, и то есть, продолжаться, и по сих пор, как бы, если что-то у него не получаться, там, в зале бокса, да, то есть, у нас какой-то прием, мы приезжаем в дом, мы это делаем, то есть, до того, это все пытаемся сделать, где-то я что-то забуду, он мне напоминает, как это сделать, и то есть, мы это делаем. Конечно, хотелось бы, чтобы нам и вам помогал, ну, ваш брат, ну, вон такой вот у нас. Тогда было бы вообще идеально, идеально было, потому что он еще у нас левша, то есть он... А, а, левша, точно, блин. У вас есть левша такая, да? Только такой моделаций с человеком, да? Но, что, в общем, это... Кстати, первые соревнования, помнишь, что я? Где это было? Ну, это в Булганской ходе. В Булганской ходе. В Булганской ходе. В Булганской ходе. А, на строге, да? Сколько-то на боев провел один-два. Два дня. И у водня побеждал, да? Да, и у него нетернист. Он с Данилкой боксировал, с этим Гудаевым, и Сегоркой, и Сорокин. А, Сорокин? А, Сорокин, у тебя старше? Ну, а не старше, конечно, ну, на полтора года получается. Ну, это все одиннадцатого. Не было же соперники-то. Старше были, ребята. А они, он-то, дальше боксировал в 22 килограмма. Это у него маленький был. У него коронка, он и сейчас маленький. И я отобещал рассказать про ЦСКА, там тоже пчела история. Как, Саша, у нас на ЦСКА съездил на Тереста. Мы все знаете пока в проте дальние времена, потому что у нас очень много сейчас ребятешек записалось. Родители молодые. Всего же этого не знают. Надо рассказать, как вообще бывает. Какие были дети, насколько они замотивированы и к чему это все ведет. В бои не считали? Сколько еще ведали? Считали, конечно. У нас получается 35 боев. Уже 35 боев. Это сколько лет занимается? Четвертый год, да? Четвертый год, получается. Четвертый год. За три года уже 35 поединков. И поражение два, наверное, да, все? Получается четыре штуки. Ну, в большинстве случаев проиграл, потому что там... Потому что надо было проиграть. Не всегда надо выиграть, потому что ты начинаешь... Немножко... Думать и... Думать, что ты встал, да, с великими чемпионами. Начинаешь совершать уже нерепые ошибки. За что тебя соперники наказывают? Причем они, как правило, соперники были такие, знаешь. Слабже тебя гораздо. Просто вот они... Умнее как-то все сделали. А ты на себя понадеялся, что ты там на проложный пройдешь. Тут надо думать и спорный такой. А вот еще вопрос. На успеваемости как-то отражается? Отражается? Вот смотри, да. Занятие бокса? Да, очень. Ну, бывает так вот, честно сказать, бывает и хорошо, и плохо. То есть, сезем на бокс, у нас все там отлично, в боксе нормально. Причем в школу бывает что-то раз такое. То есть, и так хорошо это. То есть, бывает внутри. Мы приехали на бокс, да, там у нас в боксе все отлично, все получается. Раз, что-то в школе маленько. То есть, он подостал из-за соревнований. Потом раз. В понеделье мы ездим везде. Потом, наоборот, в школе поднимаемся. Что-то в боксе опять не получается. А потом все, то есть наоборот. Раз, и все. Ну, равняется и пошло нормально. То есть, я точно знаю, что бокс помогает. Ну, вот я так, вот это трудолюбие, которое будет тренировать. Детям приглашаемо. Они его и в школе применяют. То есть, он заболе усидчиво более упорной. Ответственность. Дисциплина другая, совсем другая дисциплина. Потому что дети реально, когда приходят, особенно только-только записаются, они же вообще не дисциплинированы. То есть, не стоять мы не можем, не команды выполнены. Проходит какое-то время, там буквально очень быстро. И все становится на свои места дети становятся дисциплинированы, послушными. Ну, соответственно, трудолюбие. У нас нет такого, что какие-то там паузы. Но все время работа, 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 работа. И работа такая, чтобы никто никому не мешал. Иначе начнемся отставать. Потому что вот время пролетело, да уже октябрь идет. Сентябрь пришел. Сейчас он так же октябрь, против ноябрь. У нас уже соревнования в начале ноября. Уже едят в город Братск. В Братск еще ни разу не было. Мы поедем. На Кальске был два раза, да? Да. И оба раза там выходил победителем. В Средянке ты победителем, Черехов победителем. Везде. У Соли был вообще красивый. И саперницы ты высокие были. Все здоровы. Не, красиво было в Иркутске. В Иркутске был как-то неожидаемо. Но, ну, вы столь ли мне больше подавать. Вот про Иркутска скажу. Это перец ЦСК. Значит, открылся новый клуб в городе Иркутск. А, а, возраста Сашиного не было. Значит, это соперники были в ближайшие 10-11 год рождения. Саша, у нас 12-го. Ну, позвонили, мы спросили, можно не 12-го года ребенку. Сказали, что, ну, давайте попробуем. Весовая категория была ближайшая. Это 32 килограмма до 32. То есть, начиная от 30 килограммов до 32-х. Саша был вес 28 килограмм. В итоге Саша приезжает, то есть, восьinks уникал 2012 года. Грубо говоря, на два года младше, чем соперники. Весовой категории 32 килограммов. Провел три поединка, все три поединка, по-моему, ты выиграл нокаутами, да? Да там, два нокаутами, да, один по очкам нет? Нет, два вообще два дня буксируем. Два дня ты буксируем. Две работы на... Два дня? Общее три дня? Провел два поединка оба дня нокаутами. причем все судейскую коллегию саша удивил показал из всех детей которые там участвовали участвовать на весь иркутск ближайшие там населенные пункты вот мы пригласили приехали и вот со всего этого это масса народа саша единственного отметили как боксера который показал наилучший технику кубок там интересно советская кубок за лучшую тех на 2 килограмма легче даже 4 получать всех и в третьем рауне не первым и во втором а третье рейте на это все два дня и еще все наши мальчишки выиграли над даунами то есть получая на первый день у нас все выиграли то есть берешь сережку сашку дениску и будем и глядя все по моему здесь удивились все потому что мне звонили потом знакомые иркутске которые но у меня все там звонили и спрашивали вы откуда набрали пацанов то есть удивили короче мы весь иркутск область то есть балаганские боксеры надо собой играли дальше нас очень много соревнований я надеюсь броски мы там удивим вот таких маленьких то еще не возили приведем часто шороху не ведем скажем так саша тоже будет в первых видах но не зря парень у нас на баннере то есть это самый лучший у нас ребята самые такие самые именитые вот он самый первый настоит и заслужили сам на младше ну восстанавливаться сами нельзя впереди все самое интересное я через два года за перестал гостей быстро время пролетит возить вот не совсем всегда получается большое хозяйство до вас уже отходить большой но сейчас маленько успокоится все потому что лет там кто покупать то ремонт и то саша помогает ходить до помогает только на него как были надежда вся есть то есть он у меня успевает все сделать то есть я ночью попрошу то он и делал особо конечно я не прошу и на поеда в обед зимой споить это да на по села там маленько кому-то подкормить и основном я в этом не делал потому что я знаю что и это пока не надо потому что я сам прошел вот а сфера даже интерес может пропасть и пускай вот все самой своим передом то есть пускай учатся в школе занимается боксом чуть-чуть не помогает особо не пока этого не нужно не нуждались вот так чтобы это да вот у нас в деревне то есть все помогает там родителям даже но ничего хорошего я с этого не вижу потому что потом они начинают заниматься другим делом им уже не интересно уже не так сюда они все у них интерес пропадает я думаю саму вырастет потом уже пускай занимается хочет на тракторах едет хоть на машинах то есть я и не притягиваю ни к тракторам ни к коням ни к чему вообще какие-то увлечения кроме бокса там душа чего-то залежать кондиционирование что ты любишь делать а душа отдыхается собака вот у каждого человека ну даже вместо где два душа отдохнуть спорт и бокс это не тоби это интересно это классно но из-за того что там очень много доработать и очень стресса много то есть особенно кажется но это вообще такой стресс каждый выход в рентам зубами когда подожди ваш это стресс и надо этого подыхать душа ты вот приезжай когда устал по сюда и собаки команда выполняется на дрессировать идет приятник играет яички там их чистить несет домой ну любит то есть такой чат ну как бы принести честно все лето он пашет со света и не да и утром просыпается там их комары съедает эти у меня старше идут трудяги этот с ведра только младший сидел на поле поедем усердно с ведра да но это берет эти вот кустики доходят ну понятно хочу вы не дня не пожалели надеюсь если на трудности это создает ребята ну далеко из 16 какие трудности особой трудности нет или видеть все сами трудности придумать всегда сами блюдо честно говорю да у тебя нет я с вами там маленько бегаю да то есть я тоже устаю целый день там работают пошу то есть это же физически свои занятия но я приехал как бы да там тобой поговорим маленько поговорю все мне как бы все проходит я чувствую что у меня отдыхает дохнула но и даже я думал на диване отдыхая так не отдохну то есть ну полежал там двигаться 3 а там я просто общался там целиком с тобой все с ребятишками с нашими пацанами все мне здорово короче и счет вами куда-то съезжу так вообще нормально все все хорошо вообще хорошо говорить хотя думаешь там что-то работа там все надо ну потом будет тихонько за ребята наши поддержки болезнь они у меня на глазах уже кого и кто-то вырос которые совсем маленькие да ну как ну не все постарше на готово получать учатся на первом классе группа пришла в малыши соседа дети маленькая где она не смотрю выросли на а не он пике ну ты понимаешь мы так стояли так то есть непонятно как эти варежки держали и стойку это ты больше к стойку учили тоже было все жутко а сейчас думаешь за то же самое мы с эдиком после тренировки выходим я полный упадок сил но растут дети уже сейчас стать тренировка было это уже молодцы были нет но видишь что если это а есть дети которые которые к нам не пришли и вот они будут в школе жить вот кто-то не везет у нас даже группы с третьего класса дети пришли они даже в практическом развитии то первого класса один один сильная отличинация но это не потом уже когда-нибудь и всех походит может что-то у них и они сейчас быстро как бы они в компании втянуться и хорошо хорошо что они пришли хорошо что любой кто пришел это что он пришел ничего плохого мы не привьем все только самое хорошее что в жизни но им точно пригодится это в жизни в любом случае тем более сейчас такие события в стране прямо вообще актуально все думали что будет благополучие какой-то на кнопочках ничего подобного но ничего не изменилось рация значит покрутить надо там связь добыть надо тогда вы не узнать вот еще не спросил мы же готово сдавали до нас отчетного что мы так и не знаем ну так то у нас мы на сайт зайдите я дну мы все на золото сдали ну все зайдите на сайт и посмотрите значит там уже золото я у тебя на бронгах дом на должны подать только за него живые месть у нас есть конечно за детьми на сайт посмотрите и это хоть и после придут попозже не мне надо пересдать я не хочу бронзу не было вот я за нормально пробежал сайт готово где вы начали уже не получаешь на сайте позадите подойдем посмотрите какой ночью там сразу присвоение уже его присвоено я нынче весной по любому хочу передать но пробегу это нормально мне это стяжка с маленькой подводит она пресс пресс удивительно пресс маленько подводит а так то все я то есть о чем я говорю что те норма готова даже бронзовая то очень высокие нормы я думаю на каждый школьник вообще даже близко приблизиться у нас ребята как бы зазор на бронзах хотя бы сереброво но в итоге золото конечно желательно тут саши точно знаешь золото назначено но спасибо там щеки вопросы то самые основные которые интересуются их родители мы спросили то есть вот обычная семья большое хозяйство твое ребятишек с ним находят время находят финансы в наше время то очень трудно семейки ладно там до машины заправить еще на соревнования съездить нам что ну скажем так не сильно район помогает в этом отношении от особенно последние годы приходится ездить все за бюджет родителей на поездки далекие в байкальске сейчас брат поедем даже все на поезде билеты все стоит денег там гостиницы жить кушать вот родители находят не находят себе отговора какие-то там оправдание что до него же потому что там потому не но мы зачем тренируемся если даже ребенок пропускает он думал я видел оборудованный визит пневматическая груша но я думаю железя каких-то понятного или герри кувалл грушу там привязал тоже у него груша у нас висит раду мешок простой все-таки он на нем работает нормально ничего лишнего не просим покупать дома турник висит прямо в белой тоже бачоке конечно надо покупать все вижу у нас билет вверх и он заработал сам перчаток а за дедаса несколько заработал боксерок и перчаток боксерок сколько 3 пары перчатки ребят 3 парка синие красный и еще синие 2 4 3 пары 3 парку сумку гигантскую там зиме на поселке до готовый бакси боксерки почему вот все это синенькие не у нас бала ганский а вот эти перчатки снарядного нарядные балаганский то есть мы у нас вечер начинается мы начинаем те перчатки мерить то есть боксировать здесь а вот еще тема такая вот у вас появилась группа жена создать телеграме но все это прям как прям прямой эфир до трубая соревнования за интересно конечно ты чё тут все 90 за деревня олезе магазине работает она там и все люди смотрят там приходить болеть особенно вот эти крупные турниры когда онлайн трансляция тоже интересно смотреть не это хорошо конечно ну и родитель комитет как-то наша сплотился мы сейчас все футболки на фирменный но это тоже хорошо конечно хорошая ну еще даже за кого просят у нас можно больше побольше это заказать то есть если у меня брат не разная давайте я закажу да и нас сразу видно мы сидянка приехали на все там все вот эти с низкой коллектива не с петербург спитера не сразу нашу команду видеть и всем вопрос да никого язык не повысить поселком город города мы куда не выйдем там на федеральном футбол тоже как бы стесняется даже на записи пишут даже не село деревне сколько жителей живет 200 ну по переписи ну так нет на русских человек 70 ребятишек много не основной на население день он начально школа до 4 класса доживут все люди неплохо и честно сказать все есть то работает даже так говорить если сравнить тем времена когда мы жили в 90-х вот это было да тогда мы работали а толку него там трудоденец стоил 10 копеек то есть я пошел работать 18 лет ручок конечно ну пошел работать и по сих пор то есть я работал ничего не заработал потом еще был куча всяких проблем сам себе создал на этой работе ну так вот теперь мы сами себе хозяева то есть мы все вкладываем детей стараемся чтобы они наших ошибок не делали там не то есть жили получи конечно чем мы все для детей с ареськой ну как у нас получилось но она вместе выросли вообще в общественном воде она маленько помладше меня а так все вместе играли всегда эту конечно не знаю что мы женились но так получилось что раз уже нельзя вы как воду социальной среде в одни материальные ценности не надо там притираться в одном саду продуманка все же нам проще а там с разных там деревень горожил гор в деревне тоже общение но мы ввести мы вещи насчет этого как бы больше шишки набивать ну вам от меня большое спасибо что такого сына вырастили что воспитание занимаетесь что за наше дело болеете добрый точно большое спасибо саша молодец давай тебе время воевать нам вы когда вы походите прям ощущает лучше я бы сейчас вышла там не только ту проливал ты смотришь если так переживаешь стараемся чтобы чтобы меньше переживать тренировать поэтому вперед дерзать будем ждать надо вырасти что внезапно что не с богатырю все хорошо у тебя в школе хорошо учился может даже оценки посмотрели оценки мы сейчас посмотрим но это уже будет за кадром я надеюсь там будет хороший там нормально как у всех я думаю он у нас перерос в оценках и хоть он у нас такой вроде бы и скромные сильно но тут много разговаривают из мало а те что у меня нет слова серебро ребята молчание золото хорошая русская поговорка все спасибо спасибо вам что вы занимаетесь нашим ребенком да не володя мы правда тебе благодарны эти просто красавцы я всегда говорю сыну если бы не володе и едет наверно бокс был лучший бы никогда его бы не был да когда-то давным-давно он пытался появиться нет много административных предметов финансов прикона потому что все сложно сами видите чем больше мы лезем наверх там даже где-то может родитель начать палку в колеса стоять и достырить начинает я понимаю все знаю я тоже маленько занимаюсь детьми внутрь не то что занимайся хочу чуть лучше там коток делали это все закану это не надо это уже поле